Дождик, все дома сидят, а он высунулся. Медвежьи, ребят, пять. На санях можно нормально дать туда, вот прям прямиком. Ледник стал, представляете, аж хрустеть. Сижу как это, у драчка фантиков. Ребятки, ребяточки, ребятушки, 10 утра, 10 утра. Мы выжили, выжили, нас полоскало ночью так нормально вообще, еще по башмакам, но это один сырый, кстати. Там он высунулся, зачем высовывался, я не понимаю. Дождик, все дома сидят, а он высунулся. Его, смотри, как замыло. Рюкзак, наверное, тоже часть сырой вот здесь, да. Но это ничего страшного, в грязи все, в стекле. Смотри, сколько стекляшка. Ее, на рюкзак, как и страшно. Он камуфляжный. Ну да. А с Верой, здесь вот палаточки были, никого нет уже. Я тебе говорю, конечно. Ну что, похудели маленько-то? Я думаю, чуть-чуть есть. Надо пора вставать. Ребятки, ребятки, полдень, полдень. Мы с Валичкой пошли, пошли выйти на Малый Фиштинский ледник. Хотя бы посмотреть лед, да. Хоть маленько будет в горах, и не потрогать лед. Основную его массу тоже не делал. Тут небольшой как бы родил. Родиальный маршрут небольшой. Часа за три, я думаю, управимся. Валич, величественный Фишт. Сколько у них? 2 800 высота. Как бы мы с тобой не поднялись выше, получился туман. Их. Нормально здесь так. Нормально, ребят? Конечно. Конечно. То жарко, то холодно. Цветов сколько, да? Чё? Цветов. Да, вообще, очень красиво видеть. Это было. Медвежий, ребят, так. Валич, медвежий. Идём медвежий метропол. Ещё немного. И мы уцели. А виды-то, виды, мальчика, виды. Они повсюду здесь такие, да? Да. Смотрите, большую валуну откалывались, когда ты прям, бух, падали. Пойдём. Ребят, немного, немного слов о буклоне. Посмотрите, вот так горизонт. Да, камерах всё равно не передаст. Штурмуем гору в лоб. Без палок вообще бесполезно. Брат, втыкаешь, короче. Выпираешься и протаскиваешь себя. Люди спускаются вот по тому склону. Вон они вдалеке маленькие человечки. Здесь водопады. Там, потому что наверху ледник уже. Здесь порожки водичка. Вот. Ещё чуть-чуть нам. Ещё самую малость. Да и вниз лучше не смотреть. Лучше не смотреть вниз. Пипец, мы поднялись. Всё, ребят. Малый фиштинский ледник. Дальше уже некуда. Вот он такой. В сентябре. Где там у меня варничка карабкается? Да-да, вот тропинка. Вот-вот-вот идёшь по ней. Тропинка нормально. Идёшь-идёшь по ней. Вот. Так, ребята-ребята. Теперь же вам показать по карте. И чуть не потерял телефон. Смотрите. Мы находимся здесь. На Малом фиштинском леднике. Высота 2056 метров. Вообще вот здесь маршрут. Но мы как бы повыше забрались. Вот водопадики небольшие. Ну, везде ледник. А вот туда, если есть кошки и экипировка, можно на фишт уже забираться. Вот, смотрите. Вот есть тропа через ледник. На 2 441. И потом фишт 2 867. Вот. И спуститься по-другому можно склону. Так, вот. Вот наш лагерь. А завтра нам предстоит путь от лагеря до балагана армянки. Пик Татьяны. Инструкторское окно. Инструкторская щель. Ну и всё. А потом ручей красивый. Опять памятник бойцам. И... КПП Лаганаки. Вот здесь. Машинка у нас. Здесь. Ну и получился у нас с вами... Получится. Вот такой маршрут. Вот так мы пошли. Сиди-визиси, развернулись. Сейчас на этом перепуте. Пойдём на балаган армянку и домой. Вот такая вот прогулка. Горам и с ветерком. Дождичка у нас накрывает сварочкой. Дождички оделись. Смотрите, какие облака. Всё затягивает. Вот так вот. Ну ещё ночку. В приюти-фишт. Да. И пойдём. Эх, у тебя штанишки даже такие были. Да. Вот ты стукнула. Ай, блин, на шорты-то не надо. Надевай. Да, у меня не наденется. На попу не налез. Здесь маленькая попа. Шорты не такие толстые. Ай, не. На безовой штанок. Ооо. Сейчас всё. Ну, это нормально. Вот и получилось. Вот и замечательно. Их, вот всё затянуло тучами. Вот и всё, ребят. А ещё спускаться нам. А холод какой пошёл, да? Пальцы мёрзнут. М-м-м-м. Только не почувствовала. Ребят, я вот на ледник вышел. Скользко. На санях можно нормально дать туда, вот прям прямиком. Прямиком. Прям по склону ледника. Как-то так. А сфоткай меня. А сфоткай меня. Блин, дождик начинается просто. Это вот мишины кальпи, по-моему, ребят. Дождик какой сильный. Крупный. Мочит. Ребята, дождь намочил нас. Ну как, у меня вот штаны вообще насквозь уже с ботинками промокли. Балечка вроде взяла ещё штанцы. Штанцы, которые оберегают её от осадков. Но посмотрите, посмотрите, какой туман накрывает нас головой. Видимость сокращается. Видите, да? Как всё это дело? Быстро, очень быстро происходит в горах. Ребят, не прошло и часа. Конечно, дождик прошёл, дождик прошёл. Смотрите, водопады как усилились. Ледник стал, представляете, аж хрустеть. Его, наверное, подмывают снизу водой. Мы с Валечкой медленно, медленно, наверное, спускаемся вниз. Холодно, холодно. Штаны промокли. Сапоги промокли. Камни валятся. Пойдём, Валечка. Нам сейчас ещё вот чуть-чуть, и можно будет выйти на ледник. Потому что там слишком крутой будет склон. Вот где люди спускались, там мы и спустимся. Потихоньку, полегоньку. Который час у нас? Время у нас 35 минут третьего. Как-то так, ребята. Настоящий ламповый экстрим. Ребята, вон там вдалеке люди стали и смотрят на нас, наверное, думают взбираться, не взбираться дальше. Промокли они и мы и думают, наверное, как это будет дальше. Ну, а кто это стоит? Люди. Ну, толпа людей, как бы. Человек под 8, наверное. Там группа людей стоит. Стоят на тропинке, смотрят на нас, а мы смотрим на них. Так и живем. Это Малый Фиштинский. Смотрите, вот оттуда, как дать на санях, да? Вот так нам разогнаться. Ну, а тут уже как бы, что бог пошлет, как говорится. Кстати, вот под этой цепушкой тоже лег, походу. Просто его засыпал. Да, да, да. Это вот прям кусок языка ледника, вот смотрите. Вот этот все бордово-красный оттенок, это язык ледника. А че, очки, тема на протереть? Не-е-е, я в крапинку. Хотя можно. Ребят, вот видите, где тропа была тоже? Теперь здесь горная река. Ручьи побежали с ледников. Вон там дальше образовалась речка. Русло даже. Это русло, походу, реки просто было вот этой горной. Видите, после дождей как все это дело образовывается. Где-то, ребят, постоянно вот солнышко светит, а к нам даже не доходит. А вот все вот эти тучки, возможно, они идут от ледника, снег. Снег, вот это все дело производит, как пар. Или еще что-то, либо чего-то. Виды, да, какие здесь? Просто бомбическое. Просто замечательно. Ноги аж замерзнут. Классно. Ну а че, все, мы уже практически спустились. Сейчас возвращаемся в базовый лагерь. Суп грибной нас ждет. Суп грибной будем варить. Супчик, ребята, супчик. Конечно, грибы только еще надо замочить. Группа туристов пошла, а она не в касках, прям все, как положено. Говорят, шли-шли-шли, и вдруг река, откуда ни возьми, взяла речка. Вот эти фруща взялась. Ну да, прям по пешеходному маршруту можно протекать временами. Вот так вот. Это горы. А это Валечка. Ребятки, мы тут что-то пришли, замерзли, спали. Без 28 уже. Да, Валечка? Дождик, лед, холодно. Вся одежда сырая. Как завтра идти, я даже не знаю. А у нас что, грибной суп? Грибной суп, как и хотели. Готовим. Смотрите, какой у нас тут хаос, пресс. Ну а че поделать? Так, выживаем. Наше уютное жилище. Ребят, ну это, в дурачка, в дурачка Валечка у меня отыгрывается, но у нас примерно равный счет. Здорово, она, конечно, шпит в эту игру. Кто ходит? Я. Ифа, вот так ты стукаешь. Давай, возьмем. А? Так ты специально мне вот играешь в эту игру, да? Нет. Да. Ну давай, Дашку возьмем. Сижу, как это, в дурачка, фантика в карте. Все, ребят, у нас близко все к финалу, сейчас все будет решено. Все будет решено. Эхо, выудил, да? Последняя карта. На каждую бабочку немного, да? А-а-а-а! И еще может играться. А-а-а! Не надо было тебя слушать! Один! А-а-а! 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 Давай супчик, Валечка, там уже и дождь, и все поспели у нас. Да, да, мое это дело, мое дело, кушать вкусно. И спать долго, сладко. Ребят, мы уж суп съели, ну такой себе у нас соль кончилась. У нас еще плов был, вот плов нормальный. Грибы оставались, и плов вот такой забабахли. Что по сыру, вот сыр. Он прям нормальный такой, прям, сливочный. Меру соленый, и прям вот такой вот домашний, домашний, да? Вкусно вам! Так, ребят, че? Рюкзачок вот сижу, подшиваю, смотрите, лянки рвутся. Ну как лянки. Вот здесь вот через отверстие уже вот стальная спинка вылазит. Вот видите, стальная часть, кусок, пруток, ну который держит крепление спины. Вот видите, как он протерлась. Надо как-то зашить. Я вот с собой шилы брал, ягу и капрон в нитке. Вот сижу, шью. Ну иначе никак, не дойти нам до дома. Кольчуга рвана. Пальчик приотехла. После буря. Так, ребят, че, помимо швеи, да, вот этого всего, прошивания рюкзаков в этих вот двух местах, щепка что-то заклеить в матрас. Матрас у нас стал спускать, мы спали на одном, по сути. Ну кто-то спит на матрасе на мягком, а кто-то спит, как говорится, на кирпичах. Вот, поставил заплату, брал с собой 20-летный, клеил иногда камеры, ну и клеим тут. В двух местах поклеили, вроде как получше стало. А все, он уже вот здесь вот швак начинает пропускать. Мы посмотрим, сколько еще прослужит. Пол первого ночи. Да? Офигеть. Ребята, как-то так. Вроде жопа, вроде все ништяк.